Музыка Чем был интересен этап настольного тенниса? Это в первую очередь тем, что достаточно много спортсменов, любителей увлекаются этим видом спорта. Во многих компаниях настольного тенниса просто присутствует как один из видов досуга и времяпрепровождение. Поэтому выбор этого вида спорта, он был в принципе даже не поддавался никаким вопросам. Музыка Что касается фаворитов, то по сравнению с прошлым годом они практически не изменились. Команды Циклума, команды Владар уверенно вышли в полуфинал, но порадовали все-таки и новички. И команда Метрополитен, которая вышла в полуфинал, и команда АБНД РФС также вошли в четверку лыж. Музыка Команда на самом деле становится сильнее, сам этап развивается. Как видите, сейчас зал намного лучше, намного качественнее. И очень тяжело на самом деле бороться со всеми. Ну мы стараемся, мы когда получается тренируемся, поддерживаем форму. Ну и само желание выиграть у нас всегда присутствует. Потому я думаю мы побеждаем. Кто-то не хочет выиграть, кто-то не участвует. Этап настольного тенниса еще больше запутал итоговую таблицу битвы корпораций. Так как команды Адидас, Витсинтез не очень хорошо выступили на этом этапе. Опустились из лидирующей тройки, что дало возможность таким компаниям, как АБНБФ, как компании ХТС и другим подняться в лидирующую тройку, а может быть даже и пятерку. Поэтому перед завершающим этапом битвы корпораций, которым будет Мэтт Хэт, сказать, кто фаворит в осеннем кубке, просто не представляется возможным. Всем командам перед завершающим этапом игры Мэтт Хэт остается пожелать только подготовиться интеллектуально. Так как это первый этап в нашем соревновании, который будет испытывать не только физические данные и возможности каждого человека и компании, но и будет задействовать его интеллектуальную сторону. Так что пожелаю всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok